Привет, друзья! Сегодня будем дегустировать знаменитый во всем мире сорт бельгийского пива Хугарден with Blanche. Сорт пива произошел из округа Хугарден во Фландрии. Пшеничное пиво в тех местах варилось с 1318 года и особую популярность приобрело после основания в Хугардене двух монастырей в 15 веке. Во время Второй мировой войны пивоварение Бельгии пострадало от немецких грабежей и последняя пивоварня в деревне закрылась в 1957 году. Именно с Хугардена началось возрождение бельгийского пшеничного пива в 1966 году. Питер Селис возродил пшеничное пивоварение в Хугардене, открыв пивоварню Бреверидж Селис. Впоследствии пивоварня была переименована в Бреверидж де Клювис, дословно в переводе обозначало «монастырская». А в 1989 году Селис продал ее компании Интербрю. Нынешний владелец марки пива – пивная корпорация Инбет. Бреверидж Ван Хугарден варит этот сорт пива сегодня. Хугарден – это бельгийское пшеничное пиво, так называемое «белое пиво». Производится оно в одноименной деревне, которая называется Хугарден. Содержание алкоголя в нем 4,9%, плотность 11,7%. Это пиво верхового брожения с дображиванием в бутылке. В составе у него ячменный солод, пшеница, дрожжи, сахар, хмель, кориандр, вода и апельсиновая цедра. Готовит его из непророченной пшеницы. Ее доля составляет чуть меньше 50% содержания данного сорта. Ячменного солода и несоложенного овса. Также, как я уже сказал, в состав пива входит цедра апельсина и кориандр. Напиток не фильтруют, поэтому он получается мутным. Рекомендуют его подавать в специальных шестигранных бокалах, которые у меня, к сожалению, нет, охлажденным до 2-3 градусов Цельсия. В Бельгии пиво подается с ломтиком лимона и специальным пестиком для выжимания сока. Одно бокало. Рекомендуют его наливать в бокал, который перед этим сполоснули холодной водой. Аккуратно налить в наклоненный бокал до середины. Затем размешать, осадок в бутылке и долить в бокал. Так мы и сделаем. Бутылочка выглядит вот таким вот образом. Это 0,33. Написано Хугарден. Вид Бланш. Оригинальное бельгийское пшеничное пиво. Давайте попробуем его на вкус. Цвет у него такой молочно-желтый, матовый, мутненький. С интенсивной мелкой зернистой пеной. Карбонизация нечастая. Запах здесь просто божественный. Вот пахнет фруктами, пшеницей, кориандром и апельсином. У этого пива совершенно уникальный такой вкус, который не спутываешь ни с каким другим сортом. Основа очень такая пшеничная. Сюда же примешивается такая чуть гайковатая апельсиновая цедра. И отчетливо слышны ноты кориандра. Дрожжи и хмель во вкусе не выражены. Очень мягкая во рту, очень легко пьется. Как утверждает производитель, данное пиво очень хорошо освежает в жаркую погоду. В Бельгии это сорт пива считается эталоном вид пива. Данную бутылочку 0.33 в Украине я купил за 16 гривен 99 копеек. Это приблизительно 80 центов на американские деньги. Обычная его цена 26 гривен 89 копеек. Это приблизительно 1 доллар 20 центов. Знаменитый американский писатель-фантаст Рейд Брэдбери говорил «Пиво – напиток интеллектуалов». Очень жаль, что идиоты его тоже употребляют. Пейте хорошее пиво, заходите на мой канал, подписывайтесь, будет интересно. Пока-пока, друзья! ПИЧАЕES ПИЧАЕES Субтитры сделал DimaTorzok